Техническое описание кода неисправности OBD2, система слишком богата бездействующим банкам одно что это значит. Этот общий код неисправности силовой передачи, двигателя обычно применяется к двигателям с впрыском топлива от большинства европейских и азиатских производителей с 2010 года, к таким производителям относятся, среди прочего, VW Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, Mini, Hyundai, Mazda, Kia и Infiniti. Этот код также можно увидеть на автомобилях Chevrolet, Pontiac, Dodge и т.д. Этот код в основном касается значения, предоставляемого датчиком соотношения воздух-топлива, более часто называемым датчиком кислорода, расположенным в выхлопе, который помогает PSM, модулю управления силовым агрегатом автомобиля контролировать количество топлива, впрыскиваемого в двигатель. В частности, PSM обнаруживает обедненное состояние, что означает слишком большое количество воздуха в соотношении воздух-топлива. Этот код установлен для группы 1, которая представляет собой группу цилиндров, которая включает цилиндры номер 1, это может быть механическая или электрическая неисправность. В зависимости от производителя транспортного средства и топливной системы, действия по устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя, типа топливной системы, типа датчика массового расхода воздуха MAF и цвета провода, а также типа датчика соотношения воздух-топлива, датчика кислорода AFR-O2 и цвета провода. Симптомы Симптомы кода двигателя P2188 могут включать, индикаторная лампа неисправности, МАЛ, горит, отсутствие питания, иногда пропуски зажигания, плохая экономия топлива. Причины, возможные причины для установки этого кода, неисправный датчик соотношения воздух-топлива, датчик кислорода AFR-O2, неисправный датчик массового расхода воздуха MAF, редко, неисправные процедуры диагностики и ремонта модуля управления силовым агрегатом PSM. Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей, если какой-либо из них имеет отношение к топливу, топливной системе, сначала диагностируйте их, известно, что ошибочный диагноз возникает, если технический специалист диагностирует этот код до того, как какие-либо коды системы, связанные с топливом, будут тщательно диагностированы и отклонены. Затем найдите датчик воздуха, топлива, датчик кислорода и датчик массового расхода воздуха на вашем конкретном автомобиле, вот пример датчика MAF, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, растирания, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они корродированными, жаженными или, возможно, зеленого цвета по сравнению с обычным металлическим цветом, который вы, вероятно, привыкли видеть. Вы можете получить очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей, если требуется очистка клемм, если это невозможно, найдите 91% спирта и легкую пластиковую щетку для чистки, после этого дайте им высохнуть на воздухе. Возьмите немного диэлектрического силиконового компаунда, те же самые материалы, которые они используют для розеток ламп и проводов свечей зажигания, и положите их там, где контакты соприкасаются, если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, вернется ли этот код, если это не так, то соединения, скорее всего, были вашей проблемой, если код возвращается. Нам нужно проверить сигнал напряжения датчика MAF на PSM, контролируйте напряжение датчика MAF на вашем диагностическом приборе, если диагностический прибор недоступен, проверьте сигнал, поступающий от датчика MAF, с помощью цифрового вольтметра, DVO-M, при подключенном датчике красный провод вольтметра должен быть присоединен к сигнальному проводу датчика MAF, а черный провод вольтметра подключен к земле, запустите двигатель и контролируйте вход датчика MAF, при увеличении оборотов двигателя, Сигнал датчика MAF должен увеличиваться. Проверьте спецификации производителя, так как там может быть таблица с информацией о том, какое напряжение должно быть при заданных оборотах, если это испытание не пройдено. Замените датчик MAF и проведите повторную проверку, если предыдущие тесты пройдены и код все еще присутствует. Проверьте датчик соотношения воздух-топлива-датчик кислорода AFR-O2, если это постоянно указывает на то, что двигатель работает с обогащенным режимом. Найдите все возможные варианты, которые могут привести к тому, что двигатель работает с высоким уровнем, к ним относится топливная система, включая давление топлива, регулятор давления топлива, датчик давления топлива, датчик А2 топливных форсунок после системы EVP каталитического нейтрализатора, включая клапан регулятора продувки отсутствия. Если датчик EFR-O2 показывает, что двигатель работает нормально или даже не работает, PSM может заподозрить, если все другие проблемы были устранены. Опять же, нельзя подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого, поскольку проблемы, которые вызывают установку других кодов, также могут привести к тому, что этот код также будет установлен.